Правильные какие традиции? Они проверены временем, в них есть священное писание, в них есть святые люди, в них есть духовная традиция, есть сеп преемственности, есть разные предписанные правила и предписания, которые надо соблюдать и так далее. Всё это признак правильной веры и доброе отношение ко всем людям, то есть возлюби ближнего и так далее. Итак, человек, когда он начинает развиваться как Личность, самое главное препятствие — это его правильное отношение к этому миру. Оно будет меняться, потому что ты будешь меняться, то есть тебе надо будет научиться вести себя по-доброму с людьми, которые уже не такие, как ты. То есть ты изменился, все остались, как были, и ты должен их любить. Это и означает, что ты изменился. Теперь хочу вам сказать одну вещь. Вот, допустим, вы начали закаливаться. Что получили вы в результате закаливания? Благочестия. Теперь, что делает человеком благочестие? Что с ним, неопытным человеком, что благочестие делает? Гордость. Он говорит, вы все незакаленные. Да? Или начал только сырой пищей есть. Вы все как бы жрёте... Как они говорят? Жрёте токсины одни. Вот, они так говорят. Или, допустим, человек мясо бросил, да? Вы все трупоеды там на всех людей. Или он, допустим, веру какую-то принял. Вы все неверные там. Ну, то есть, понимаете? То есть, когда человек совершает какую-то аскезу, первый плод — это аскеза какой? Гордость. Как избежать этого плода? Для этого нужно свою аскезу отдавать наставнику. Вот я по милости кого-то. Не потому, что я такой крутой, а по милости кого-то я стал таким. Вот если человек так настроен, он никогда не будет осуждать других людей, что они не такие, как ты. Понимаете? Потому что ты сам пять минут назад таким был. Уже забыл, правда. Это важно знать, потому что есть только одна вещь, которая разрушает у человека способность развиваться как Личность и идти благостным путём развития себя во всех направлениях, в том числе и в материальном, это оскорбление других людей. Это единственное, что Бог не любит. Вот если ты начал гордиться собой и начал всех оскорблять, то дальше ты однозначно деградируешь. Понятно? Ты не будешь развиваться. Богу не нужны такие люди. Поэтому будь осторожен, никого не суди. Будь внимательнее к своим побуждениям, помыслам. И тогда всё нормально будет.